Всем привет, с вами Джамбо Макс и сегодня мы поговорим о том, какую консоль выбрать в 2019 году. В этом видео мы будем сравнивать все версии Xbox One и все версии PlayStation 4. PlayStation 4 и Xbox One это две консоли восьмого поколения. Вышли они не такими мощными, как все представляли, но по сей день являются актуальными. Несмотря на то, что это две консоли одного поколения и являются практически одинаковыми по мощностям, они имеют отличительные особенности между собой, о которых мы и поговорим. Сравнение будет объективное и обоснованное. Да, я понимаю, что такие видео выпускаются каждый год, но поверьте, за это время в консолях многое что поменялось, на что следует обязательно обратить внимание при выборе. Давайте начнем. На данный момент существует всего 6 версий консолей восьмого поколения. PlayStation 4, PlayStation 4 Slim, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox One S и Xbox One X. Все эти консоли относятся к одному поколению и воспроизводят одни и те же игры и поддерживают одинаковые аксессуары. К примеру, игры и аксессуары PlayStation 4 подойдут и к Slim и к Pro версии, а также наоборот. В Xbox One ситуация точно такая же. Все игры и аксессуары от Xbox One подойдут и к другим версиям. Это было сказано для тех, кто не сильно разбирается в этом и боится, что что-то как-то не подойдет и начнется геморрой. Нет, геморроя в этом случае нет. Данные версии отличаются лишь видом и мощностью. Самыми основными консолями являются Xbox One и PlayStation 4. Это первые версии этих консолей, которые просто выпустили спервее всех остальных. На них советую не обращать внимания, так как их сейчас осталось единицы и последующие версии чуть лучше, чем эти. Xbox One S и PlayStation 4 Slim. Это то же самое, что и предыдущие версии, но в более компактном варианте. Xbox One X и PlayStation 4 это все те же модели, что и предыдущие, но с более мощным железом, которые способны выдавать картинку в 4К разрешении и больное стабильное количество кадров в секунду. Все это было основой, чтобы вы не задавались, чем отличаются именно модели. Перейдем к отличиям между консолями. К самым главным факторам выбора консолей я отнес эксклюзивные франшизы, графика, геймпад, дополнительные устройства, функционал и цена. Это, я считаю, на что реально нужно обратить внимание при выборе консоли. Начнем с эксклюзивных игр. Они есть как на PlayStation 4, так и на Xbox One. Да, ходят шутки, что Хуан не имеет эксклюзива, ведь в них можно поиграть на ПК, но на самом деле для адекватных людей они есть, ибо некоторые игры от Xbox One вы никогда не сможете поиграть на PlayStation 4. Поэтому, выбирая ту или иную консоль, я советую обратить внимание на эксклюзивные игры. PlayStation 4 славится такими играми, как Uncharted, Gran Turismo, Бог войны, Last of Us и прочее. Xbox One же может похвастаться со серией Forza, Gears of War, Halo, Crackdown и тому подобное. Выбирая консоль, прежде всего посмотрите на эти франшизы, ибо покупая одну из консолей, вы не сможете поиграть в эти игры на другой. Да, на Xbox One все эксклюзивные франшизы доступны и на ПК, и в случае наличия Windows 10 и тянущего ПК эти игры, лучше обратить внимание в этом вопросе на PlayStation 4, так как при желании выиграть от Xbox One вы сможете поиграть на ПК. Если же вам пофигу на эксклюзивные игры, перейдем к следующему вопросу. Графика. Тут споров очень много, и если по факту, без подробностей, то PlayStation 4 будет в некоторых играх выше разрешения, по сравнению с моделями Xbox One Fat и Xbox One S. Но Xbox One X будет лучше всех в этом плане, ибо железо на нем мощное, и разрешение будет выдавать соответствующее. Заметьте, что я акцентирую внимание именно на разрешение, в целом картинка на всех устройствах будет прилично одинаковая. У вас никогда не будет такого, чтобы в двух одинаковых играх на одной консоли яйца у коня были квадратные, а на другой консоли округленные. Нет, дело лишь в разрешении, освещении и в некоторых случаях количестве кадров. Поэтому, если у вас не хватает денег на самый лучший вариант, а именно Xbox One X, то обратите внимание на PlayStation 4 Pro. Если же цена все еще кусается, то возьмите Xbox One S или PlayStation 4 Slim, и вы вообще не пожалеете. А так, самый лучший вариант для лучшей картинки, это будет Xbox One X. Дополнительное устройство. В этом случае у PlayStation 4 есть VR-шлем, PlayStation Camera, рули, гарнитуры и тому подобное. У Xbox из всего этого нет лишь VR-шлема, поэтому если вы вдруг покупаете консоль именно из-за виртуальной реальности, то смело берите PlayStation 4. Неважно какую модель, так как все версии его поддерживают. В случае Xbox особенностью будет являться подключение любой клавиатуры и мыши, сразу уточню, что не во всех играх, и подключение любой веб-камеры. У PlayStation 4 нет такой возможности, и клавиатуры и мышь можно подключить лишь через еще одно дополнительное устройство, которое можно покупать отдельно. Геймпад. На него я обращал бы внимание вообще в последнюю очередь, так как это все на вкус и цвет. Кому-то нравится больше от Хуана, кому-то нравится от PlayStation 4, но если объективно, и на том, и на том геймпаде можно удобно играть. Дело лишь в привычке. Если же судить по качеству и функционалу, то они в принципе равны. Да, у геймпада PlayStation 4 есть всякие плюшки по типу сенсорные светящиеся панели, динамика, гироскопа, но поверьте, они играют очень маленькую роль и заставят этим восхищаться лишь в некоторых играх и лишь в первые разы пробы. Так, в большем случае это сделано лишь для галочек. Консоли восьмого поколения сделаны не только чтобы играть. При помощи них вы можете проводить трансляции, записывать геймплеи, смотреть видео и тому подобное. Но тут в плюсе Xbox One и я сейчас расскажу почему. Но в случае стрима на PlayStation 4 доступен стрим на YouTube и на Twitch, а также еще на не очень популярные сервисы. Xbox One ограничивается лишь миксером и Twitch. Если вы вдруг хотите узнать, где данная функция лучше, то скажу, что нигде. Xbox One предоставляет более гибкие настройки стрима, использование любой веб-камеры, регулирование звука, что нет на PlayStation 4. Но в то же время это все выглядит очень просто. И если вы хотите начать профессионально стримить с донатом, с высоком качестве, то без компа и внешней карты видеозахвата тут не обойтись. В случае отличительных функций у PlayStation 4 есть прикольная фича под названием Remote to Play, которая позволяет играть в игры на ПК, телефоне и PlayStation Vita, где бы вы ни находились, при помощи интернета и функции потоковой передачи. Также есть функция под названием Передай геймпад другу, которая позволяет через сеть дать управление другому игроку и поиграть вместе. У Xbox One нет именно этих функций, но есть что-то подобное и немного больше. Взамен на Remote to Play у Хуана есть потоковая передача только на ПК. И функция Play Anywhere, которая позволяет вам играть на компе в некоторые игры, которые вы купили на Хуане. В будущем же Xbox One обзаведется такой функцией как XCloud, которая будет также позволять играть на любом устройстве в игры от Xbox One. На функцию Передай геймпад другу у них есть такая же функция через стрим, но поверьте, она очень плохо работает из-за заметной задержки. Еще Xbox One может воспроизводить игры от старых поколений. Это действительно крутая вещь, если вы вдруг хотите поиграть как и в новые игры, так и в старые, то тут будет естественно в плюсе Xbox One. Так как он читает игры от Xbox Original и Xbox 360. Сунул старый диск и играй. Да, некоторые игры все еще недоступны, но на данный момент их очень много. Также у Xbox One помимо всего есть возможность воспроизводить большое количество форматов, смотреть фильмы прямо через торрент и на нем более лучше развит кроссплатформенный мультиплеер. У него намного больше проектов, поддерживающих эту систему. PlayStation 4 его также поддерживает, но лишь в пару играх в Fortnite и War Thunder. Если вы вдруг считаете, что это минус, ведь вы будете играть против клавамыши, то вынужден вас успокоить, ибо не во всех играх это возможно. А во многих играх это свобода выбора, если вы не хотите играть с другими игроками, у которых ПК, просто не включайте эту функцию. А так это лишь плюс, так как идет расширение аудитории, и вы сможете играть в некоторые игры с друзьями, которые играют на ПК. И перейдем к самому главному вопросу, к цене. Тут ситуация следующего рода. Xbox One S будет самым дешевым вариантом. Его цена будет от 17 тысяч. PlayStation 4 Slim от 20 тысяч. PlayStation 4 Pro от 28 тысяч. А Xbox One X будет от 30 тысяч. Цена на консоль это один вопрос, но вопрос о содержании консоли это уже совсем другое. Чтобы поиграть в онлайн, вам нужна будет подписка. Та и та консоль такое имеет. Но на PlayStation 4 можно бесплатно играть в онлайн только в бесплатные игры под типу Fortnite. Для более крутых проектов типа колды и батлы все равно нужна будет подписка. У PlayStation 4 это будет стоить где-то 3800 рублей в год. У Xbox One 3500 в год. Подписки в принципе одинаковые, вы получаете каждый месяц бесплатные игры, получаете скидки и тому подобное. Если по факту, она нужна лишь для того, чтобы играть в игры онлайн. А остальное это лишь дополнительные услуги. Еще хотел бы добавить насчет онлайна. Ведь многие говорят, что на PlayStation 4 онлайн больше. Да, это действительно так. Но поверьте, ребят, в любой игре, на любой консоли вы сможете найти себе игроков. Стоимость игр. Она тут в принципе одинаковая и цена за новинку всегда плюс-минус 4000 рублей. Да, бывают такие моменты, когда на разных консолях игры стоят где-то дешевле, где-то дороже, но тут не угадаешь. Единственный плюс в играх есть у Xbox One. На нем есть дополнительные подписки, которые очень сильно дают вам сэкономить на играх. Это такие подписки как Xbox Game Pass, в который входит больше 100 различных игр. А также все новые эксклюзивные игры с даты релиза. И подписка EA Access, которая за небольшую цену предлагает вам играть игры от Electronic Arts, которые вышли в предыдущих годах. Плюс дает возможность первыми поиграть в новинку и купить их со скидкой. Честно признаться, это очень экономно, если у вас нет этих игр и вы хотите в них поиграть. Также не хочу упустить момента новости с перехода Microsoft Store на доллары. В будущее в Microsoft Store все цены на игры в цифровых копиях будут отображаться в долларах, что приведет к нестабильной цене той или иной игры. Если же курс будет расти, то соответственно будут расти и цены. Но опять же, это не критично и игры за стабильную цену можно будет приобрести в розничных магазинах. Теперь давайте все, что было сказано ранее, как-то сгруппируем и сделаем с этого вывод. PS4 лучше взять в случае, если вы хотите опробовать виртуальную реальность и хотите поиграть именно в эксклюзивные франшизы. Xbox One лучше взять, если вас больше привлекает обратно совместимость и вы хотите экономить на играх. Во всем остальном, это довольно спорная ситуация и, как говорится, на вкус и цвет. Так как две консоли имеют свои плюсы, минусы и отличительные характеристики. Чтобы вам более точно определиться с выбором конкретной консоли, напишите в комментариях то, что вы хотите от нее получить. Будь это высокое разрешение, стабильный FPS, просто играть в новинки или же играть, к примеру, в игру Just Dance. Я вам отвечу в комментариях и подскажу, что вам лучше приобрести в вашем случае. Все мы люди разные, у всех разные потребности. Кто-то покупает консоль ребенку, кто-то для семьи, поэтому точного ответа, какая консоль лучше, никогда не будет. Для каждого игрока будет лучшая именно его консоль. Играйте на том, на чем вам больше всего нравится и будьте счастливы. Большое спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вам понравилось это видео. А также не забывайте писать свои требования к консоли, чтобы я помог вам с выбором. Или пишите, какую консоль вы уже купили. Большое спасибо за просмотр, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok